Девушки отдыхают Что делать женщине, если деньги уплачены, но договор купли-продажи квартиры из-за смерти продавца на государственную регистрацию не берут, а наследник умершего считает, что покупатель – аферистка. Мне кажется, в любой семье нормально, если ребенок нужна помощь, он к кому приходит? Правильно? К родителям. Ребенок здесь кто? Правильно. А сейчас я вас прошу. Вы ребенок? Да. Они до сих пор меня дети. Дети всю жизнь измеряли материнскую любовь квадратными метрами и денежными счетами. Кому больше? А когда мать осталась ни с чем, решили, раз нет денег, нет и любви с заботой. В общем, когда он мне позвонил, я, честно говоря, был в ужасе, потому что она выглядела просто... Я просто была не накрашенная. Бывший муж бросился спасать смертельно больную жену. Но собранные на операцию средства супруга потратила на сказочный отдых на экзотическом курорте. Болезнь отступила? Или это бессовестный обман? Узнаем в суде. ИСТЕЦ подает иск о государственной регистрации перехода права собственности на основании договора купли-продажи. Ответчик, кадастровая палата, просит суд рассмотреть дело в их отсутствии. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Ваша честь, я прошу вас разрешить государственную регистрацию перехода права собственности на квартиру по договору купли-продажи, подписанную мною и моим отцом. Который не дают зарегистрировать в кадастровой палате из-за того, что умер мой отец, с которым, собственно, договор отца был заключен. А я, соответственно, дочь покойного. Я жила с матерью всю жизнь. Меня воспитывали без отца. Без отца и мама никогда о нем ничего не рассказывала. Но когда она стала себя плохо чувствовать, она рассказала мне, что они встречались в молодости, даже фотографию показала вот, и сказала, что он живет рядом, недалеко. И сказала, что если с ней что-то случится, чтобы я нашла его. Что, мало ли, вдруг мне какая-то помощь понадобится или что-то. Естественно, после похорон матери прошло несколько месяцев, и я решила найти отца. Отца я нашла, но, как оказалось, помощь-то не мне надо, а отцу. Он лежал в семье брошенный, одинокий, больной, старый, забытый в семье человек. У него диабет, у него ампутированы ноги. И никто его, в общем-то, не навещал, только приходил соцработник два раза в неделю. Ну что это такое для человека с ампутированными ногами, сами понимаете. Холодильник был пустой, лекарств не хватало. Вы стали помогать своему отцу? Ну я ему рассказала историю, показала фотографию. Он признал, что это моя мама, и он с ней встречался. Да, и признал меня как дочь. Мы с ним стали... Он устно признал как дочь? Или вы оформили соответствующие документы? Да, он признал меня устно и не стал мне проводить никакие тесты, потому как и плохо себя чувствовал, и, в общем-то, сказал, что в этом нет никакой надобности. Ой, это не стыдно? То есть в официальном порядке вы не являетесь дочерью? Нет, в официальном порядке я не являюсь, но он меня признал. В дальнейшем я стала ему помогать. Сначала я приезжала к нему, затем мне пришлось переехать и совершать какие-то покупки для него. Я покупала ему одежду, лекарства, даже кресло купила инвалидное, чтобы ему проще было хотя бы по квартире передвигаться. Да у меня вот и чеки есть, все подтверждается, пожалуйста. Потом... Вы сказали, что вы с отцом оформили договор купли-продажи. Да, оформили договор купли-продажи. Дело было так, отец, когда мы с ним уже долгое время общались, он попросил меня к нему переехать, чтобы мне было за ним проще ухаживать, что я, в общем-то, и сделала. И когда он стал себя хуже чувствовать, он сказал мне, что давай я напишу на тебя завещание. Но я отказалась, ну как так, завещание. Я предложила ему продать мою квартиру от матери, которой у меня осталась однушка, и оплатить эту квартиру, покупку как бы квартиры, чтобы ему спокойно было, чтобы его никто не обобрать, не выставить, не собирается. Вот. И на что он, в общем-то, согласился, но сказал, что вся сумма ему не нужна, ему нужно всего лишь 300 тысяч, чтобы он мог лекарства, текущие расходы оплатить. На то мы и порешили. Вот он... Мы, значит, составили расписку, когда я передала ему эти деньги. Вот она, расписка. И... В счет уплаты квартиры. Да, да, я передала ему деньги наличными, 300 тысяч рублей, и, соответственно, составили мы договор купли-продажи. Но вскоре, после того, как я отдала ему деньги, где-то через неделю примерно, ему стало намного хуже, он впал в кому, и затем больница вскоре скончался. Поэтому договор купли-продажи у нас... Вы не успели зарегистрировать договор. Да, да, да. И просите суд обязать. Вам отказали в регистрации? Да, мне отказали, да, в связи со смертью. Продавца. И кадастровая палата отказала в регистрации, вы просите суд обязать зарегистрировать данную сделку. Да, потому что договор есть, и как бы воля покойного есть. Ну, а что завещание-то не дали отцу написать? Я не думала, что кто-то появится, так называемый сын появится, я не аферист. Передайте документы, истец. Мошенница. На себя посмотри. Сын тоже мне. Да, сын. Так, пожалуйста, ответчик. По бумажке только. Слушаю вас. Ваше отношение к иску. Да, ваша честь. Естественно, иск я не признаю. Именно я являюсь единственным наследником имущества своего покойного. Когда наследником и являешься? Когда отец умер? Вот именно. Вот эта женщина, абсолютно чужой человек, пытается сейчас завладеть квартирой моего отца, ваша честь. Втерлась доверие к старому больному человеку. Стала жить с ним изощренным способом. Изощренным способом. Извини меня, с инвалидом изощренным способом. Пыталась выкупить за бесценок квартиру, ваша честь, 300 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, ваш отец являлся инвалидом, истец, я вас уже выслушала. Да, естественно, ваша честь, являлся инвалидом. Являлся. Вы ему помогали? И этим воспользовалась. Вы ему помогали? Я ему помогал, навещал я его, к сожалению, не часто. Да вообще не навещал. Ну, не часто, это как? Ваша честь, за год, возможно, это было несколько раз, я регулярно созванивался, то есть с отцом, перечислял какие-то деньги, когда это было необходимо. Доказательства имеются? Да, естественно, ваша честь. У меня есть все документы. Ваша честь. Да тут вообще полная чушь какую-то, вот эту женщину несет. Потому что вот эта квартира, да, о которой она говорит, которая якобы за ней числилась, то есть на самом деле она до сих пор так и есть, непроводана. То есть квартира находится однокомнатная в чите. Соответственно, возникает вопрос, откуда 300 тысяч вдруг у нее взялись? Так я работаю. После смерти, после смерти отца моего, я стал искать, нигде не нашел этих денег. То есть ни наличными, ни на счетах. Что за названная дочь такая? И первым, чем я занялся, да, то есть решил сделать тест ДНК так называемый. То есть с расчески, расческа осталась у юстиции в квартире отца. Откуда там мои вещи вообще? Ты меня сразу выставил за дверь и все мои вещи выкинул. С памятью проблем. С расчески были взяты образцы волос, ну и мои тоже для сравнения. Естественно, тест ДНК, вот он есть. Докажи, что это мои волосы. Оказалось, что тест отрицательный, Ваша честь. То есть вы не брат с сестрой? Ну да, Ваша честь. То есть официальные органы все подтвердили. Что это мои волосы они подтвердили? Тоже белые волосы, Ваша честь. Тоже белые. Вы знаете, официально это можно было бы считать экспертизой, которая была бы назначена судом. А какие-то волосы, может быть, это вообще чушь. Я не против. Я согласен на эту экспертизу. Хорошо. Но это в другом процессе, не сейчас. Ваша честь. Но самое главное, что меня больше всего шокировало и удивило, это то, что ранее вот эта женщина привлекалась к ответственности. То есть за мошенничество. Я и не скрываю. Я обращался к ее участковому по месту жительства, и это все было подтверждено. В случае необходимости, то есть если суд, либо другой орган обратится в органы полиции, то все документы, доказательства будут предоставлены, Ваша честь. А я этого не скрывала никогда. Ну у вас сейчас есть доказательства? Сейчас нарубать, к сожалению, нет этого. Конечно нет. А я этого не скрываю, потому что... То есть в соответствии с законом, каждый из сторон обязан в суде доказать те обстоятельства, на которые ссылаются. Да, я понимаю, Ваша честь. Поэтому то, что вы мне рассказываете, что истец мошенница, если это не подтверждено вступившим в законную силу приговором суда, суд не может принять данное утверждение как доказательство. Ваша честь. Я хорошо знал своего отца и знаю, что вот на эти условия, да, извините за выражение, на эти сказки мой отец, естественно, не согласился бы. Ну послушайте, отвечу. И вот эта женщина воспользовалась после его. Здесь же вопрос не в сказках абсолютно. Здесь вопрос совершенно в другом. И дело в том, что истец, вот подтверждается все это документами, ухаживала за отцом. Она тратила денежные средства, она покупала ему, вот, пожалуйста, и лекарства, и продукты питания, оплачивала коммунальные услуги. И все это происходило на протяжении года. Поэтому при чем здесь сказки? Вот действия. Ваша честь, у меня тоже есть доказательства, у меня есть свидетель. Я прошу его выслушать. У вас есть свидетель. Документы сначала передайте, пожалуйста. Да, конечно. Тестовое ДНК можете оставить у себя. Ладно, хорошо, суд разберется. Какие-то волосы. Непонятно, чьи. Ваша честь, пыталась разобраться всеми возможными способами. На основании материала, предоставленного клиентам. И что? Ну, предоставили вы какой-то там волосок чей-то. А потом мы же не факт родственных отношений устанавливаем, а договор купли-продажи обсуждаем и его регистрацию. Конечно. Пожалуйста, свидетеля-ответчика пригласите. Свидетель-ответчика, войдите. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я Бабаева Ольга Андреевна. Я являюсь соцработником. В течение четырех лет я ухаживала за своим подопечным и делала свою работу. У нас сложились очень хорошие, добрые отношения. Мне было очень жалко этого инвалида. Как часто вы его навещали? Ну, я навещала его два раза в неделю. Такой у меня был график по отношению к нему. И я имела доступ по его же разрешению к его финансам. Я пользовалась по его указанию его карточкой. Я покупала ему продукты. Я покупала лекарства. Я посещала то, что мне было указано. Потому что я понимала, что человек одинокий, больной. Вы СЦА знаете? Конечно, знаете. Я эту женщину, конечно, приходила. При каких обстоятельствах вы с ним познакомились? Ну, я вообще удивилась этой историей, что вдруг появилась какая-то дочь. Я никогда не слышала, что мой истец собирается продавать квартиру. Зачем ему это нужно? Он был человек-имвалидом. И ему вот это все ни к чему. И вообще разговор о каких-то 300 тысяч, которые были переданы моему... Да ты их себе хотела пригреть. Моему подопечному я передачу денег не видела. Я расписку не видела. Но зато я вижу расписку. Я вообще предлагала делать ДНК. Я предлагала делать ДНК, потому что эта женщина очень в доверие вошла к этому человеку. Он не хотел меня послушать и не хотел делать ДНК. Ну, а вам-то, собственно, какая разница? Дочь она ему или не дочь? Ну, разница только в том, в чем разница. Для вас лично, как для социального работника. Родной сын, родной сын может... Он как наследник может потерять свою квартиру. Он лучше борца своего навещал. Суд удаляется для вынесения решений. Далее в программе. Мне кажется, в любой семье нормально, если ребенок... Нужна помощь, он к кому приходит? Правильно, родители? Ребенок здесь кто? Правильно. А сейчас я вас прошу. Вы ребенок? Да, они до сих пор у меня дети. Больная нищая мать стала обузой для своих детей. Теперь только суд сможет точно определить, сколько стоит любовь, забота, внимание и поддержка ее неблагодарных отпрысков. В общем, когда он мне позвонил, я, честно говоря, был в ужасе, потому что она выглядела просто... Я просто была не накрашенная. Конечно, деньги не пахнут. Но порой наглый циничный обман может обернуться большими проблемами для того, кто решил заработать на беде и человеческой отзывчивости. Суд принял решение иск о государственной регистрации перехода права собственности на основании договора купли-продажи, подписанной истцом и умершим собственником квартиры, оставить без удовлетворения. Суд отказывает в удовлетворении иска, так как подписанный договор между истцом и теперь уже умершим собственником квартиры является по существу кабальной сделкой. Суд учитывает, что в момент подписания договора собственник квартиры после ампутации ног находился в крайне тяжелом состоянии. Указанная в договоре цена несоразмерно ниже уровня рыночной стоимости квартиры. Поэтому суд отказывает в иске, не обязывает государственную регистрационную службу произвести регистрацию данного договора. Решение вынесено на основании статьи 551, часть 3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако суд разъясняет истцу, что если действительно истец считает, что она была родной дочерью умершего, то она имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении родственных отношений и признанию ее дочерью умершего. В этом случае будет в судебном порядке назначена и проведена генетическая экспертиза. Ответчик сказал, что он не возражает. И в случае, если судом будет установлено, что вы действительно являетесь родной дочерью умершего, то вы сможете унаследовать имущество умершего как наследница первой очереди наравне с ответчиком. Понятное решение суда? Да. Дело закрыто. Прошу всех встать. Я обязательно последую совету судьи, подам иск на установление отцовства и буду добиваться своей квартиры. Решение суда меня, в принципе, не удивило. Я этого ожидал. Единственное, я по-прежнему считаю, что истица мошенница, аферистка, именно я жертва. Я пойду дальше, я поеду в эту счету, докажу, соберу доказательства все необходимые и в итоге выведу ее на чистую воду. Каждый день с 15 до 16 на нашем телеканале. Слушается дело. Елена Кутьина. Что случилось? Все нормально. Может быть, вам требуется врач? Нет, нет, нет. Судья. Она ранима. Ваши действия совершенно недопустимы. И ваше счастье, и счастье, наверное, всех нас, что ребенок будет расти в семье. Меня до слез довели. И эмоционально. Ну, объясните мне, как можно любить человека и не хотеть от него родить ребенка? Она кокетлива. Ну что? Ничего. Ага. Умна и беспристрастна. Вы выбирайте, пожалуйста, слово. Я его шантажировал, я ему угрожал, я его предупредил. Я его предупредил. А, вам нравится слово предупредил? Мне нравится слово предупредил. А по сути-то вообще-то не меняется ничего. Да. Смотрите «Дела семейные» с Еленой Кутьяной. По будням на нашем телеканале. Истец Вера Матвеева обратилась с иском о взыскании алиментов со своих детей. Ответчики Мария Барашова и Игорь Матвеев алименты платить отказываются. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Ваша честь, я вынуждена обратиться в суд с иском о взыскании алиментов с Барашовой Марией Петровной и Матвеева Игоря Петровича. Это мои дети, и мне очень стыдно, что я через суд обращаюсь к ним за помощью. Просто у меня сложилось такое бедственное положение. Я взяла два кредита. Один взяла на моего сына Игоря. Он пришел ко мне и просит «Мама, помоги, спасай». Ну, что делать я мать? Я взяла на него кредит 85. Что значит «зяли на него кредит»? На свое имя взяли кредит? Я взяла на свое имя 80 тысяч. Я его выплачиваю, эти два кредита. А второй кредит? А второй кредит я взяла как бы Маше, потому что ей тоже требовались деньги на починку квартиры, крыши и всего остального. Какую сумму взяли в банке для дочери? На Игоря я взяла 80 тысяч, на Марию я взяла 75. И этот кредит я уже выплачиваю в течение полтора года. Выплатила 90 тысяч. И вот остаток, этот 65 тысяч, я хочу, чтобы они мне помогли выплатить. Потому что я уже пожилой человек, у меня нет ни средств к существованию. Я не могу ничего делать, потому что я больной человек. Только кредит, мам, тебя никто не просил брать. И я сейчас живу в ветхом доме, в котором нет вообще никаких условий. Зато на воздухе, как ты и хотела всегда. Есть, надо, у нас печное отопление, нужны дрова. Воды в доме нету, надо идти на дальнюю колонку. Я тут болела, приболела очень хорошо. Скажите, а вы все время жили в этом доме или переехали туда? Нет, до этого у нас было все прекрасно. У нас была квартира в центре Москвы. Был муж, воспитывали троих детей. То есть у нас трое детей? Трое детей. А почему третьего? Дочь или сын? Это младший у меня, Петр. На данный момент он находится в Германии на реабилитации. Он попал в очень тяжелую катастрофу, в аварию. То есть он болен. Это не подтверждено еще ничего. И умерил себе позвоночник. Сейчас он на реабилитации находится. Поэтому как он вернется, как закончится лечение, какой с него спрос. Петя всегда ветреный был, поэтому, возможно, за твои деньги в Германии проживает сейчас. Так как живите и порядок в зале судебного заседания. Так вот, у вас была истец, у вас была квартира трехкомнатная. Вы растили троих детей. Был муж. Да. Муж умер. Мне пришлось работать на двух работах, чтобы обеспечить их. Но муж скоропостижно скончался. И вся обязанность о воспитании детей легла на меня. И надо и кормить обуви. Чтобы они были не хуже, чем все остальные. Я потратила все силы. Ну, они выросли. Маша тут же замуж вышла. Ну, и Игорь собирался тоже жениться. Ну, что ж, трехкомнатную квартиру надо пришлось разменивать. Потому что надо же обеспечить их своим жильем. Ну, а вы себя-то жильем обеспечили? Да, мы продали тогда. У нас осталось, я им дала на жилье. И у меня осталась тоже сумма. Я купила у себя на родине, в Твери, тоже квартирку. Квартиру в Твери мне тоже пришлось продать. Потому что нужны были деньги, чтобы отправить Петю на лечение. Ну, и могла же я его бросить. То есть вы продали квартиру в Твери, чтобы отправить младшего сына на лечение. И купили вот этот самый ветхий домик, о котором вы говорите. И купила, да, обменял его на этот вот убогий дом. Без всяких условий. Без всякого... Скажите, пожалуйста, а зачем вы кредиты брали для детей? Ну, я же не могу отказать своим детям. Они пришли, попросят помощи. Этот говорит, что меня могут убить. Так я тебя просто попросил денег. Ты даже не сказала, что ты в кредитах взяла. И дочки на ремонт, да? Долала, и на ремонт. Так у дочки оказалось, ремонт не нужен был. Она жила на первом этаже. Я просто по-человечески пришла просить денежные средства. Откуда ясно, что ты кредит взяла? Вы не оспаривайте этот факт. Действительно, вам мама передала одному 80 тысяч в 2,75 тысяч. На добровольной основе. И брала ли она кредит, но нам неизвестно. Может быть, она копила денежные средства и дала. Мне кажется, в любой семье нормально, если ребенок нужна помощь, он к кому приходит? Правильно, к родителям. Ребенок здесь кто? Правильно. А сейчас я вас прошу. Вы ребенок? Да. Да, они до сих пор у меня дети. И мать пришла к ним. Да для вас, конечно, они дети. Странно, что они себя детьми считают. Передайте, пожалуйста, документы. Ну, а к третье можете считать ребенком? Здесь вот как раз и снимок моей последней вот этой. Так, ответчики, пожалуйста, иск признаете? Иск к своей маме я полностью, к отношению ко мне я полностью не признаю. И прошу выслушать мои мотивированные доводы и принять их при решении. Дело в том, что я не могу сейчас маме помочь добровольно, так как я воспитываю, обеспечиваю сама собственных детей. Они добровольны, а я согласна. Муж платит алименты, но этих алиментов мало. Кот наплакал. На каждого ребенка 8500. На их детей двое. А зарплата моя составляет 25 тысяч. Дело в том, что маму к себе я взять не могу, потому что квартира маленькая. Вы мне помогите деньгами, чтобы я встала на ноги. Но мама не просит вас об этом. Она просит помочь им материально, потому что за ней... Истец, я вас поняла, пожалуйста, не нарушайте порядок в зале судебного заседания. То есть деньги возвращать вы не собираетесь, потому что вы считаете, что... Это была добровольная подача денежных средств. Просто как помощь. А теперь маме, когда мама нуждается, добровольно вы помогать ей не хотите. А у меня нет возможности. Значит, алименты по 8500 на каждого ребенка и 25 тысяч в месяц ваша зарплата, это ваши доходы. Да. Правильно? Пожалуйста, передайте документы. То есть правильно я вас понимаю, что вы считаете, что мама должна вам помогать? То есть продала свою квартиру, обеспечила вас жильем, дает вам деньги, когда вам нужно. А вы ей не должны помогать, так? Дело в том, что мама своими руками живет там, где она сейчас живет. Мама своими руками продала трехкомнатную квартиру в Москве? Продала мне благодаря младшенькому. Благодаря младшеньку, у которого нет, из которого она не взыскивает. А вам была приобретена квартира? Была приобретена квартира. За счет вот этой трехкомнатной квартиры? Да. А если бы ваша мама сказала... А если бы ваша мама сказала бы, дети, вы выросли. Давайте из гнезда. И каждый живет своей жизнью. Продала бы трехкомнатную квартиру, купила бы две. Маленькую однокомнатную и жила бы в ней. А другую квартиру, допустим, двухкомнатную, сдавала и жила бы припеваючи. Но дело в том, что мама не требует денежные средства за купленную ей... Конечно, нет. Она просит помочь ей. Она уже дошла до того, что обратилась в суд с иском о взыскании алиментов с детей. Имея троих детей. Кредитный договор я не принесла. Прошу, слушаем второго ребенка. Ваша честь. Пожалуйста, ответчик. Да, ребенок. Ваша честь, с иском я так же не согласен. Я прекрасно понимаю ситуацию, но с иском я не могу согласиться. Почему? Я в такой ситуации сейчас нахожусь. Я недавно развелся с женой, и у меня есть дочь, которой я также плачу алименты. У меня вот бумаги на алименты все есть, я вам все предоставлю. Правильно. И матери бы мог поплатить денежку. Я никак не могу сейчас потянуть вторые алименты. Мне просто денежные средства не позволяют. Понимаете? У меня большая зарплата. Работаете? Работаю. Какая зарплата у вас, естественно? Да подождите вы. Заработная плата у меня 30 тысяч рублей. 30 тысяч? Что так мало-то? Ну, пока как получается. Кем работаете? Помощником автомеханика. Помощником автомеханика. Вот и по халатурить можешь. Есть, конечно. Есть права. А что бы вам не подработать, не взять бы лицензию таксиста. Вот. 30 тысяч? Здоровый мужик. Не стыдно? Конечно, я аплодирую улучшать свое финансовое положение, потому что за 30 тысяч я 7,5 отдаю своей дочке. Тоже мало. У нас прожиточный минимум на ребенка больше, чем 7,5 тысяч. Мы в такой ситуации находимся. В какой вы ситуации? Вы без рук, без ног, что ли? На данный момент по-другому я никак не могу сделать. В семье нас не один. Вот не надо сочинять. Нас трое. Трое детей. Почему все время, если что-то возникает, какие-то проблемы, то все время обращаются ко мне? А как Пете? Это когда-то к вам обращались-то, я стесняюсь спросить. Потому что она никогда ничего не спрашивает у Пети. У Маши иногда. И по большей части у меня. Петя в Германии лежит в больнице. А кто знает, где он? Как-то знает. Документов нет, доказательств никаких нет. Ну представьте, у меня опровергающие документы. Петя, что у меня был, то у тебя был. Петя хоть обо мне думает. Он прислал посылку мне. Там и конфеты, и тушенка. И он пишет, что он выздоравливает. Приезжает всегда ко мне. А ты у меня гостинила дома. Документы передайте, пожалуйста. Документы, пожалуйста. Он ремонтировал мой старай. Он помогал мне по хозяйству. Этих не дождешься. Был случай однажды, когда как раз она приехала в гости к моей сестре. На гостинице деньги наскребла, экономила. Приехала к ней. И у нее случился скачок давления. И попала она в больницу. В общем, в итоге в больницу эта мама попала. Доченька ее туда отвезла. Ты забыла ее. Там и оставила. Ей звонили, врачи звонили. Никто дозвониться не мог. Сестра моя, Маша. Вот вы, да? Хорошо, что на кладбище не оттеслись. До меня-то они дозвонились. Я сразу к ней примчался. Я ее взял. Мы поехали с ней в больницу к маме. Ты по пути она мне что говорит? Давай говорить, ты говорит, врачам деньги. Конечно, потому что я не сиделка и не врач. И там маме гораздо лучше. Такое вот отношение к маме, да? Там гораздо лучше условия проживания, чем у меня дома. Да, ну, про себя. Расскажите, детьми-то лучше. Там чужие ухаживают. Истец. А что вы мне про сестру-то свою рассказываете? Мне про себя расскажите. Как вы за мамой ухаживаете. Как вы маме помогаете. Как вы маму любите. Да. Маму я люблю и как мог ухаживаться. Как вы маме деньги взяли, 80 тысяч. Нет у меня таких средств, чтобы маме помочь. У пенсионерки. Я прекрасно понимаю ситуацию. И я прекрасно понимаю, что тут не я один должен расплачиваться. И не только одна Маша должна расплачиваться. А есть еще у нас и третий братик, младшенький, любименький. Вот, и 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 вот. Мама, звон про вас. Вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот. Прошу всех встать. Далее в программе. Ну, в общем, когда он мне позвонил, я, честно говоря, был в ужасе. Потому что она выглядела просто спокойно. Я просто была не накрашенная. Бывший муж бросился спасать смертельно больную жену. Но собранные на операцию средства супруга потратила на сказочный отдых на экзотическом курорте. Болезнь отступила? Или это бессовестный обман? Узнаем в суде. А Петю не трогайте. Да, все же. Прошу садить, поможет. Суд принял решение. Иск удовлетворить. Взыскать с каждого из ответчиков на содержание матери алименты в твердой денежной сумме, равной одному прожиточному минимуму, установленному для пенсионеров ежемесячно. Сумма составляет 10 929 рублей. Данная сумма установлена постановлением правительства Москвы, номер 176 ПП, от 13 марта 2018 года. Данное решение вынесено в соответствии со статьей 87 часть 1 Семейного кодекса Российской Федерации, согласно которой трудоспособные совершеннолетние дети, независимо от материального положения, обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. В данном случае в судебном заседании установлено, что мать, то есть истец, нетрудоспособна. Она достигла пенсионного возраста. По федеральному закону о трудовых пенсиях, нетрудоспособными, независимо от состояния здоровья, являются женщины, достигшие 55 лет. Мужчины, соответственно, 60 лет. При определении размера алиментов суд учёл то, что у истца есть и третий ребёнок, который в настоящее время не имеет возможности помогать своей матери. Также при определении размера алиментов суд учёл материальное положение ответчиков и считает размер взыскиваемых алиментов справедливым. Понятное решение суда? Спасибо. Дело закрыто. Спасибо, мама. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Мне очень жаль, конечно, что вопрос об алиментах мне пришлось решать через суд. Но что сделать, если дети добровольно не хотят мне помогать матери? С иском я согласна только в части взыскания алиментов с моих братьев. А мне, как же мне сейчас выплачивать алименты, у меня деньги. Это будет... У меня денежных средств не так много. Это всё будет в ущерб моим детям. Даже представить себе не могу, как это будет. Согласен я, не согласен, но я хотя бы рад, что в этот раз под этим все вместе. И младшеньки тоже. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Сложители – это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнишних времён было принято такое решение, что дети, рождённые в течение трёхсот дней, после того, как мужчина ушёл воевать, они признаются ребёнком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Битва за будущее». Бесплатная юридическая консультация. Ты знаешь, ты знаешь, что ли? По-моему, тебе уже пора в дурку. Чё, что за три тысячи? Это смешно просто. Каждый день с 14 до 15 на нашем телеканале. Истец Антон Зернов обратился с иском о взыскании компенсации материального ущерба. Ответчик Арина Васильева уверена, что бывшему мужу она ничего не должна. Истец, я вас слушаю. Здравствуй, Ваша честь. Ваша честь, я требую взыскать с ответчика материальный ущерб за нецелевое освоение денег. 890 тысяч рублей. 890 тысяч рублей. Эти деньги я ей перевёл для лечения необходимого. Я из-за границы, в Израиле. А кем вам приходится ответить? Она бывшая жена мне, мы с ней развелись уже примерно где-то, ну, может, год назад. Год назад. Значит, речь тогда шла о смертельной болезни, о спасении человека, понимаете? А оказалось, что на самом деле всё по-другому. Оказалось, что эти деньги она потратила не на то, чтобы вылечить себя, да, со здоровьем у неё, кстати, всё было, оказывается, всё в порядке. Она эти деньги потратила на крутой курорт, на развлечения вообще дорогущие. Поэтому я требую, чтобы она эти деньги вернула мне. Во-первых, Антон, не мешайте. Скажите, пожалуйста, каким образом денежные средства были переданы ответчику? Переведены. Переведены по безналичному расчёту? Да, да, есть все документы. В назначении платежа было указано, на что вы выделяете данные денежные средства? Было всё указано, да. Что было указано? Есть, есть, есть у меня все документы. Выписка есть, да, из банковского счёта? Да, есть из банковского выписка. Что было указано в платёжном поручении? На лечении, на лечении. Вот и справки. На лечении. На лечении где? В израильской клинике. В израильской клинике. То есть ответчик предоставил вам информацию. Да, ложную, как оказалось. Ложную. О том, что ей требуется дорогостоящее лечение в израильской клинике. Да, всё верно. Нет, немножко не так. Каким образом это происходило? Она вас в письменном виде извещала об этом? Нет, вообще, где-то в начале апреля она мне позвонила по скайпу. В общем, когда она мне позвонила, я, честно говоря, был в ужасе. Потому что она выглядела просто спокойно. Я просто была не накрашенная, понимаешь? Она была, у неё была цвет лица ужасная, круги под глазами, косынка на голове. Я был в ужасе. Она мне сказала, что у неё серьёзные заболевания, онкология. Я не говорю онкология. Я просто сказала, что у меня неприятности. Подожди, дай я скажу. Подожди, подожди. Ты знаешь, что говоришь, не то. Значит, она мне показала документы, что израильская клиника уже одобрила её приезд, уже ждут её. Выставили счёт 14 650 долларов с копейками, вернее, с центами. Значит, ей срочно нужно было 890 тысяч рублей. Она мне сказала, что она не может попросить у родственников, так как она боится всех потревожить, у папы давление, у мамы сердце. И кроме меня у неё, оказывается, никого нет. Понимаете? Я как бы... Как благородный человек. Я поверил ей, потому что я не мог не поверить. Показала документы мне, все счета. Выглядала она ужасно. В общем, я забыл про все обиды. Я подумал, что я должен, да, да. Я нашёл эти деньги, я всю ночь не спал, думал, где их взять. В итоге я придумал, где их взять. Я их нашёл, эти деньги перечислил ей. Она мне позвонила по телефону, сказала вся... Ой, спасибо, там чуть не плачу в голосе. Актриса отменно, как оказалось, да. Что... Всё. Я сказал, хорошо, держи меня в курсе. Она мне позвонила. После этого ещё с ограниченного номера, я уже определил, правда, без видео. Сказала, всё супер, всё отлично, я успела, врачи меня ждут, значит. И всё, врачи дают чуть ли не 99% на успешную операцию. Ну, вот видите, выздоровела. Она и не болела, как оказалось. Откуда вам об этом известно, что она не болела? Буквально после того, как я ей деньги эти перевёл, она мне сказала, всё, спасибо, дорогой, всё отлично. Потом я через два дня захожу в соцсеть и смотрю у неё на странице фотографии, где она вся красивая, загорелая, с каким-то мужиком тоже загорелым, накачанным, в каком-то дорогущем, там, неимоверно всё в золоте, отеле на берегу моря. Она фотографируется, всё, привет, понимаете? Я понял, что это обман конкретный. Всё, просто бессовестный, просто настолько бессовестный. Даже от бывшего жилья такого не ожидал. Документы передайте. Да, вот, пожалуйста. Вот это, значит, банковские документы. Я разберусь. Передавайте документы. Вот это, видеть, это, и фотографии тут где-то есть. Вот это видео ещё есть у меня, кстати. Видео есть? Вот это, да, вот это разговор, когда он мне звонил. Ой, ну вот это не надо, пожалуйста. Вот так получилось, что оно у меня сохранилось. Я, честно говоря, не думал, что оно пригодится. Могу показать, если надо. Ты ещё записываешь видео, да, наше, когда мы с тобой общаемся? Это что за фигня вообще? Это уже всё не имеет значения сейчас. Бред какой-то. Что, ответчик, не ожидали? Бред какой-то вообще. Ваша честь, а мне можно вообще хоть слово сказать? Сейчас, конечно, всё скажете. Что-то такое вообще не всё? Сейчас посмотрим на вас. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот она больная вся, умирающая. Посмотрите на неё сейчас. Прости, я не могу долго говорить. Какая умирающая от онкологии девушка. Спасибо, истец, достаточно. Ответчик, ваше отношение к иску. И вот фотография, вот, пожалуйста. Я против, ваша честь. Это из Инстаграма, да? Да, это из Инстаграма. Против чего? Дайте мне сказать, пожалуйста, я против всего. Потому что на самом деле, во-первых, он не сказал самую главную вещь. Он пошёл, этот мой дорогой бывший муж Антон, к моим родственникам. И стряс с них всё до копейки. И его денег тут вообще нету в этой сумме, которую он мне перевёл. А я просила у него маленькую часть денег. Я не просила миллиарды. Я просто хотела восстановить справедливость. Конечно, это обман был. Я не притвор... Ну, как сказать, притворялась? Ну, вы понимаете, что я тогда не мог... Больной притворяли? Ну, может, подождите, истец. Дай сказать. Вот эти документы из израильской клиники... Ну, это уже, конечно, перебор, ваша честь. Ну, вы поймите, дело начинается... То есть вы признаёте, что вы действительно ввели в заблуждение истца. Понимаете, он изначально ввёл меня в заблуждение. Когда мы поженились, он мне обещал красивую жизнь. Ничего этого не было. Тихо, дай сказать. Я действительно болела. Да, у меня была депрессия. Понимаете? Депрессия. Да, и мне нужно было из неё как-то выйти. Конечно, некоторая сумма, она помогла бы мне выйти из неё. Да, депрессия ищита из больницы, да, из израильской. Это просто я уже заигралась немножко. Ну, вот просто. Это обман сам настоящий. Головное дело не изъявить. То есть вы считаете, что это деньги на лечение от депрессии, что ли? Понимаете? Ну... А вы действительно лечились на курорте, вон там, с молодым человеком, мускулистым? Ваша честь, я хочу сказать ещё маленькую правочку. На, смотри. Хватит уже, а. Больная. Хватит уже. Мне было обидно, потому что он вообще ничего не умеет, понимаете? Я поняла, отвечу, вам обидно. Вы были в депрессии, решили денег немножко получить. Чуть-чуть. Ваша честь. Признаёте. Зачем нужно было идти в моем родине? Скажите, пожалуйста. Ваша честь, можно я скажу? Нет. Нельзя. У меня вопрос к ответчице. Пожалуйста. Вот истец представил документы, в том числе из израильской клиники. И вы сказали, это, конечно, перебор. Не означает ли это, что вы действительно ввели истца в заблуждение, предоставили ему медицинские документы и говорили о том, что вы тяжело больны? Он просто меня не так понял. Я немножечко... Я вопрос вам конкретный задаю. Вы предоставляли эти документы? Ну да, я нашла какой-то документ. Подумала, что просто помахать перед носом и всё. А он вот что-то вцепился в эти документы. А он оказался хорошим человеком настоящим, да? Он впечатлился очень сильно. Человеком, который решил спасти другого человека. Чем ты меня спас? Потому что ты пошёл взял деньги у моих родных, теперь они меня ненавидят. Скажите, а у кого взял деньги-то? Деньги я взял у её родственников. А вы собираетесь эти деньги возвращать? Я? Да. Я, конечно, хочу вернуть эти деньги, потому что она... Вот и верните деньги. Но родственники никаких претензий ко мне не имеют. Они поняли, это обман ужасный просто. Они все в шоке. Ну так что? Ваша честь, давайте пригласим сюда свидетеля. Ну не свидетеля, это сестра этой Арины, с позволения сказать. Я не знаю, что... Пригласите, пожалуйста, свидетеля со стороны сца. Марина Васильевна. Свидетеля сца, войдите. Представьтесь, пожалуйста. Глаза мои тебя не видели. Ну вот, здрасте. Здравствуйте, меня зовут Марина Валерьевна. Я прихожу с сестрой Арине. Родная сестра? Да, родная сестра младшая, которую ты оставила без жилья теперь. Я оставила? Почему? Это Антон оставил. Сейчас я вам расскажу, Ваша честь. В общем, как только мне Антон позвонил, попросил встретиться, мы встретились, он мне рассказал, в общем, показал фотографию, показал, вернее, видео, в каком состоянии находится моя сестра. Рассказал, что она тяжело больна, что у нее онкология, и ей срочно нужна операция в израильской клинике. Я была в шоке. Я просто полетела домой, скорее к мужу, мы давай думать, что делать, как спасать сестру. Я вот так, меня трясло все, мы побежали скорее по каким-то родственникам, которые умеют язык за зубами держать, чтобы там, не дай бог, не узнали родители, чтобы не стало плохо с сердцем маме. В общем, думали-думали, в итоге, естественно, решили, у нас были кое-какие сбережения. Так как мы сейчас живем с родителями, у меня муж, двое детей, и мы в шестером живем в двухкомнатной квартире. Мы, естественно, кто сколько мог, откладывали на покупку жилья. Родители там где-то себя ущемляли в чем-то, мы себя ущемляли, откладывали, чтобы вот переехать в ближайшее время. Да, да, и, естественно, мы, не раздумывая эти деньги, все перечислили на счет Антона. То есть вы перечислили 890 тысяч? Я перечислила часть, часть еще перечислили другие родственники, там Баб Валя, дядь Валера. Как вот им теперь объяснить? Скажите, истец, а вы писали расписки? Долговые? Нет, не писал. Тогда некогда этим было заниматься. Тогда спасали человека, понимаете, не чужого. Скажите, пожалуйста, свидетеля, вы полагаете, что в случае, если суд удовлетворит исковые требования, истец вернет вам эти деньги? Антон обязательно все вернет, потому что все задокументировано, есть все выписки, и он обязательно... Истец, а вы не хотите сейчас написать расписку о том, что вы должны денежные средства свидетелю? Легко напишу, ваше честь. Хорошо. Пиши, пиши. Суд удаляется для вынесения решения. Вы пока расписку пишите. Прошу всех встать. Прошу всех встать. Каждый день с 14 до 16 на нашем телеканале. Слушается дело. Здесь кипят вот такие страсти. Я тебя убью сама. Даже видеть вас не могу. Катина, ты не подсюда. Тварь. Ты не толкаешь там всего. Ира, кого ты слушаешь, Ира? Здесь открываются самые страшные тайны. А то, что ты с папой своим спишь, об этом будем заявлять? В первую брачную ночь, господи, как это? В первую брачную ночь он меня изнасиловал, когда мне было 16 лет. Я не хочу об этом вспоминать. Здесь мужчины плачут, как дети. Когда ребенка теряешь, что делать и кому потом обращаться? Они помогут. Да им плевать. Дела семейные. У каждого своя правда. Но закон один для всех. Родители в шоке. Я понимаю. А зачем ты вообще его слушала, Марин? Для твоих родственников стараюсь. Слушай, чего? Ты не знаешь, что он придурок, блин? Да мне все равно, какие у вас взаимоотношения. Когда он сказал, что ты умираешь, я уже не думала о том, что... Зачем ты вообще ввязалась к нему? Ты же могла мне позвонить, написать мне. Ты сейчас смеешься? Я тебя не умею. Ты мужчина их оставила. Петушка не брала. Суд принял решение суда. Суд принял решение иск удовлетворить. Взыскать с ответчицы в пользу истца сумму в размере 890 тысяч рублей в счет возмещения материального вреда, причиненного действиями ответчицы. Суд удовлетворяет заявлены исковые требования в связи с тем, что вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Статья 1064, часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В судебном заседании установлено, что ответчица обманным путем приобрела право на чужое имущество, а именно на денежные средства в размере 890 тысяч рублей, которые истец перевел ей на банковский счет. Также в судебном заседании установлено и подтверждено письменными доказательствами, что денежные средства были предоставлены ИСЦУ другими лицами, перед которыми теперь он несет обязательства по их возврату. Денежные средства были целевыми, в платежном поручении указано целевое назначение, а именно данная сумма перечислялась ответчику на лечение в клинике Израиля. Затем выяснилось, что ответчице нет никаких проблем со здоровьем, в операции она не нуждалась, поэтому налицо обман. Ответчик, я разъясняю вам, что в ваших действиях правоохранительные органы, если истец обратится туда, может быть обнаружен состав преступления, предусмотренный статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Иными словами, фактически, конечно, в этом судебном свидании суд не устанавливает вину в уголовном преступлении, но тем не менее, в ваших действиях могут быть установлены признаки мошенничества. Вы, пожалуйста, подумайте об этом. Я лечилась на курорте. Лечилась на курорте. Я видела, как вы лечились на курорте. Что это не лечили? Вот теперь вернете деньги ИСЦУ. Дело закрыто. Прошу всех встать. Я, конечно, рад с решением суда, но я не уверен, что она там просто деньги отдаст. Посмотрим, конечно, время покажет. Я думаю, я еще обращусь не раз в органы соответствующие. Я не согласна с решением суда, и я не собираюсь ничего платить никому, потому что я вообще считаю, что это просто бред какой-то. Деньги были потрачены на меня в любом случае. Какая разница, клиника это была, израильская, или курорт. Я считаю, что здесь вообще неправильно. Я заслужила настоящий отдых, и я вижу, что я здесь права. Вот так. Каждый день с 15 до 16 на нашем телеканале. Ты в суд пришла или в кабак? Люда, ты в суд пришла или в кабак? Его вылечить и в вас нечет. А ты сама работаешь, сожитель твой работает. Да мы на что? Нам пасть к нам пасть. У церкви стоять, побираться. Побирайтесь так. Да ты услышь ты меня, Господи, хоть здесь на суде. Ты услышь. Я твоя родная мать, ты променял меня на эту, извините. Такие дела семейные. Родная кровь. Подумайте, что мне это не уходило. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова